приветствую друзья сегодня 5 сентября выбросы так сказать на закрытие летнего сезона перед началом осеннего сезона водоемчик небольшой узкий но все равно мы будем возить корабликом значит какой смысл его иметь из рыбы здесь приоритете амур попробуем вытащить карпа я правда вижу он сетки стоят там где как раз моя точка ловли но сейчас что-то придумаем раскладываю лагерь приступаем к замесу форма так что смотрите не переключайтесь значит по программе корма у нас как обычно конопля орех значит бойлы баунти редфиш блэкбери карптековские клубника карптековский слива перец баунти амина это у нас на ночную будет вот так же спот миксер карпошный так как кукуруза закончилась и ликвиды баунти редфиш также csl к редфиш и сесимур белочан белочан это вместе с перецом на ночь пойдет будем выискивать крупнячок это мы запустим сейчас бойлы и орех с коноплей по насадке мне пришло очень много с аукциона баунти различные по папы в авторс и дамблс и просто бойлы есть у меня вот что у нас еще такая флюра жидкость к чему-то подошла столько тут разных все разное все разного типа куча всего так же там конопля про запас есть так также взял еще большую баночку это у нас где где 12 миллиметровые кукуруза и также 12 миллиметровые у нас тигровый орех этапу папа так и по старинке у нас еще осталось так source дальше это у нас комплекс ти баунти это у нас сейчас редфиш блэкбери это под нашу программу может зайти белочан сесимур на ночь поставлю на карпа с это под амура ананас попа очень толковый просто классный ананас очень пакучий правда уже старенький тоже на амура и у нас source вахтерс еще есть работает отлично на любом водоеме life system сесимур папа тоже на любом водоеме отлично работает и по папчики баунти это еще когда они не вышли в продажу нам вручили для ловли все также там ликвиды дипа различные есть сейчас замешиваясь значит удилища мои готовы и будем ловить как видите мой корм тоже стоит на месте вот замес стартовый за корм и дальше раскладывать влаги раньше я орех кукурузу и коноплю перевозил в таких белых 10 литровых ведрах как правило там штукатурка краска какая-то ну строительные ведра иногда не попадаются пищевые там серии огурцы в них засаливают и так далее но приобрел себе вот такие 10 литровые бидончики пищевые плюс том что у них есть крышка и меньше протекает если ведра по нашим дорогам очень хорошо протекают и слетают крышки особенно когда заливаете горячие но только сварили ведро крышки вылетают на ура и все это потом по багажнику собирать значит вот такие ведрышки и подмутил вот такую фоксов скую ложку которая отлично сюда заходит и вот таким образом мы докидываем если что нужно перемешать потому что меленый орех на мясорубке при молотой он ушел вниз его надо сейчас поднять снизу за корм был хороший так до всего остального обычная дешевая ложка отлично справляется как и засыпать кораблик так и перемешивать для всего остального вот так что верите себе на вооружение бидончики эпицентр и ложка fox а есть более длинной ручкой но она не нужна отлично достает до дна бойлы я часть крошу можно крошу но поскольку был свежий отлично пальцами он ломается часть ну на на стартовый закордом пол килограмма каждого бойла у меня их три вида и из где-то грамм 200 я крошу и грамм 200 там добавляю целыми и там еще чуть-чуть режу чисто половинками для красоты но не сегодня сегодня просто ломаю и добавляю ценами на самом деле уже стоит такой аромат что не хватает всего лишь залить это все мороженым и будет очень классное фруктовое мороженое с орешкой так сейчас добавляем кукурузку с под микс и дипуем такой вот нижний вид у нас получился это уже с ликвидом из ссылкой начнется с дипом и ликвидом с ссылкой забыл отметить важный момент я никогда не кладу коноплю в корм также не кладу пелец в корм потому что пелец очень быстро впитывает в себя все самое скажем так вкусно и вот работает он чуть чуть иначе не по той схеме которая нам нужна в стартовом закон вот отдельно пелец я дипую перед забросом буквально там за 10 минут то есть я засыпаю в этом бедрышко у меня один из судочек есть и уже дипую в данном случае у нас будет белочан сэсэл овский ой сэсэмуровский извиняюсь но это уже у нас пойдет на ночь я не сторонник баунди то есть я его не рекламирую просто я на аукционе купил это все дешевле вот у меня там 10 килограмм пелеца пришло надо его в этом сезоне израсходовать такс корм готов настаиваться сейчас перехожу к насадка буду пробовать наверное то же самое что у нас в корме это у нас redfish blackberry boil клубника и слива все бойлы по папы в авторсе у меня от баунти присутствуют значит на них будем работать возможно также свою любимую насадку сделаем тигровый орех и две искусственные кукурузы силиконовые они отлично балансируют и привлекают амурщика готовы три мои оснастки значит крючки использую кордовские поводки вяжу сам поводочный материал это карпрошные самые обычные дешевые на 25 лб это на данном водоеме на других использую 12 11 лб разрывную и все в команде идут вот лезвие попало обязательно собой надо сюда иметь лезвие для подрезки бойлов по по папам скажу по баунти не очень хрупкие очень вот вам вот видите они прям ломаются я думаю этот переживет первую поклевку ну а так вот минус минус баунти очень ломаются и непонятная подъемная сила то есть первая партия которую нам вручили на крючевичах весной они маленькие 8 миллиметров и очень хорошо поднимают вот эти же все почти ничего не поднимают то есть крючок лежит на ухе но нажала нет не до поднимается ну на старт я думаю сойдет дальше уже буду переодевать на что-то другое это друзья первая поклёвочка сейчас камеру поправлю я сегодня с гопрошкой примерно час от завоза про прошло над водоемом стоит пыль поскольку собирают комбайны сейчас урожай и сильно пылят возможно это как-то скажется на клёве я думаю что дополнительный корм воду зайдет как ни крути в поле очень рядом прямо за деревьями находится возможно что-то и от сеется так у нас что-то небольшое в районе двух килограмм возможно это амурчик зашел воду вода холодная и не обращайте внимание на звук 5 гопрошка очень плохо пишет звук сейчас у вас может быть чистый шум и меня не слышно так повел нам по дудочке что-то небольшое но упирается здесь очень сильная рыба килограммовый карп и такое такие вещи творят что просто ужас вот я не могу с места его сдвинуть либо там где-то он зацепился но хотя там не где цепляться вот просто не могу его поднять либо где-то зацеп либо не пойму вот очень сопротивляется очень возможно где-то был зацеп идет берег он отлично а под берегом просто невероятное что-то прямо под меня он вошел это у нас карпуша очень-очень суровый карп здесь просто очень невероятно ребят вот вот я просто посмотрите на удилище это дайва black widow трехсекционка он просто сгибает карп здесь очень сильный амур слабее чем карп так берем наш подсак вот не хочет он просто и все там карпа того килограмм от силы друзья на рыба очень мощная очень когда я был здесь предыдущий раз я просто был в шоке вот такая вот мелочь возможно вам сейчас не видно есть взяли сопротивление очень большое это тут наверно даже килограмма нет сейчас у нас перепуталась чуть-чуть вот такой карпулич небольшой небольшой но упертый вот такая рыбка радует которая сопротивляется очень красивый и очень маленький сейчас его отпускаем у нас сегодня тестируется кораблик на которой мы поставили наш автопилот ранфере тесты на 80 процентов успешные тоже не первый тест этого кораблика были некоторые замены запчастей вот поставили прямой привод который делается в харькове у нас мотор на 540 кв аккумулятор на 5s вот то что я говорил по поводу фоксовской ложки что она вот удобно заходит и набирает четко столько сколько нам надо то есть по одному черпачку в бункер конопли без лишней воды все сейчас мы кладем снасть и обновляем нашу точку после поклевки начинаем завоз по самой стандартной схеме толкнули немножко кораблик смотрим чтобы не было никакой бороды не было перехлёста на вершинке откидываем дужку берем руки пульт чуть-чуть мы проезжаем так сильно быстро чуть-чуть проехали чуть-чуть проезжаем включаем это у нас первая точка дистанция маленькая включаем режим завоза чтобы кораблик шел поспокойнее кораблик шустрый и нажимаем вправо пошла у нас снасть пропилов на бункере нет но при большом волнении снасть может вылететь сейчас я подвешу куда-нибудь пульт и чуть-чуть увеличу есть у нас выброс закрываем дужку сразу убираем стараемся убрать слабину чтобы нам ветер не растянул ставим на сигнализатор и цепляем наш свингерочек обратите внимание пульт у меня висит кораблик идет на домашнюю точку единственное что я вот здесь буду перехватывать чтобы он не проехался по удилищам ага вот он уже вот зацепил нам удилище ну сейчас будем ждать пока он отплывет обратно пружинкой такой сдадим назад и объедем из-за того что мы везем по тот берег у нас леска висит по верху все приплыли и ждем следующий поклевка итак друзьям очередная поклевочка и идем идем надеюсь вам будет видно я честно говоря не знаю что вы видите через губ росту вы чуть-чуть поднять выше так сработала у нас следующая точка после той которая работала первая опять же что-то небольшое совершенно что-то небольшое прям мелочь мелочь или это амурщик идет в нашу сторону и 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 совершенно небольшой и но мы надеемся что может быть подойдёт мама и папа нет это амурщик у нас маленький что то показало что карпик Рыбка в подсаке Сейчас ее освобождаем Сейчас опять перезавоз И работаем дальше В предыдущую рыбалку на этом водоеме У меня после каждой поклевки Слетала насадка Сейчас две поклевки Слава богу все на месте И не надо сейчас мучиться переодевать Вот тем кому интересно Что такое тигровый орех В состоянии соплей Чтобы были сопли Его надо молоть еще Иначе не будет Вот они сопли Видите как оно стекает все Вязкая такая И сразу поклевка Буровозики у нас Ну пойду снимать Рыбу достал Продолжаю Орех я делаю Замачиваю его В чистой воде Но перед этим я его хорошо промываю Тщательно Тщательно-тщательно Первый раз промыть Потом залить воду Дать ему постоять полчасика Чтобы грязь размокла Вот и еще несколько раз промываю Было меньше мусора И он меньше Ну точнее Не так быстро скисал Замачиваю порядка суток Ну когда как Бывает что и 2-3 часа Замачиваю Поскольку Не хватает время Перед рыбалкой Вот Отвариваю 2 часа То есть я Кидаю 4 килограмма ореха Сухого в кастрюлю Заливаю водой И 2-2,5 часа Я уверенно его варю Дальше Примерно половину Я закидываю в мясорубку И измельчаю Когда орех чуть-чуть подостынет Ну так, чтобы можно было Терпимо руку держать В воде Я добавляю туда стакан меда И получается у нас Вкусненький орех Который дальше ферментируется Все, сейчас готовлю Следующую партию корма И будем продолжать Хотя клюет как с пулемета Можно и не кормить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, наступил новый день Вчера вечер дал хорошие результаты Примерно без 20-11 Была поклевочка небольшого амурчика Около 3 кг И пока я его выводил Сработало Еще одно удилище Поклевочка была легенькая Прям нежная Никаких паровозов, ничего Но Эту рыбу я вываживал час двадцать Час двадцать Это примерно 8-10 кг амурчик Как я уже говорил раньше Здесь на водоеме Очень сильная рыба Очень То есть килограммовый карп Утаскивает на ура Паровозы такие Выдает страшные Амур 8-10 Это нечто было Я просто не мог его поднять с воды Мне пришлось заходить Раздеваться Заходить по пояс в воду И Ловить его под соком Он просто не хотел сдаваться Рука болит до сих пор Так что Сейчас Закормился Завез в три удилища И буду вязать новые поводочки Поскольку Крючочки уже туповатые Как вяжу поводки Ну в принципе можно посмотреть Видео называется У Романа Ивасишина Поводок за миллион долларов Чиза 500 долларов Вот И Такого плана я вяжу поводочки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, прошло минут пять после завоза. И у нас уже что-то пытается проклюнуть. Крайняя правая, которая дольше всех молчала за сутки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу ведет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда на улице тишина, очень хорошо слышно, как амур под тем берегом съедает камыш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как рыбак ее такого размера, то на этом водоеме мне вообще ничего не ясно. Сколько ночью я больше часа вываживал амура весом 8-10 килограмм. Еще не взвешивали, он в мешке лежит. У меня здесь на секторе очень тесно. Слева и справа у меня камыши. На этом приходится качать удилищем через верх стараться. Вторая удочка сразу клюет. А тут бы еще первого забрать. Буквально 5-7 минут от завоза. И понеслась. И вот так вот будет все время. Тут у нас амурчик. Порядка 2,5-3 килограмма. Сейчас я его освобожу. Все, хочу снять как... Вязать поводок. Не могу отойти от удилищ. Одно и то же удилище уже. Третья рыба. Хороший паровоз сейчас. Сейчас мы вот одна оторвем. И хотя бы поймем, какой у нас примерный размер рыбы. Стоит она или не стоит. Так, ну на ощупь она приятная. Так, это у нас амурчик. Ну, поприятнее, чем предыдущий. Такой килограмма 3-4. Так, засечка очень слабая. Я все никак не могу связать новый поводок. Итак, друзья, мы резко переместились на конец нашей рыбалки. Не снимал сильный ветер, все равно ничего не слышно. Поклевок очень много. И сейчас вам, в принципе, покажу результат. Значит, здесь рыба не отпускная на этом водоеме. Ну как, мелочь сбрасывается. Все, что хочешь забрать, забираешь. То, что не хочешь забирать, отдаешь охране. И куда-нибудь пристраивать их. Я не знаю, куда. Так, сейчас я буду поднимать весь улов и класть, наверное, в карповый мат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова